Всех приветствую, всем хорошего дня, хорошей недели. Сейчас очень непростое время и я хочу, чтобы мой урок тоже был посвящен победе Украины, чтобы у нас был мир на нашей земле. Моя жена поехала уже помогать на точку, я когда вот закончу уроки тоже присоединюсь к ней. Моя старшая дочь перешла на украинский язык, всю жизнь она говорила по-русски, перешла на украинский язык. Не долго, кто час, когда я тоже это сделаю, конечно, пока мне будет очень тяжело читать уроки на украинском языке, я даже не представляю, как я это буду делать, но я думаю, что к этому придет обязательно. Хотя я спокойно и свободно говорю, ну вот так, в жизни на украинском языке. Но с Божьей помощью все будет хорошо. Вот участвуйте в этой победе всеми силами, кто чем может. У нас наша глава на этой неделе, это глава Пикудей. И это тоже, вот не случайно, я думаю, связано со всей этой ситуацией. В этой главе вот говорится и о результате, о хорошем, прекрасном результате, когда Всевышний сказал, что да, все получилось так, как я и хотел. И в этой главе даются какие-то пункты, которые помогают человеку действовать в обычной жизни, и даже вот в это непростое время, как сейчас. И постойка храма у нас начинается в главе Трума, потом продолжается в главе Тицаве, частично в главе Китеса, но глава Китеса, ее основная, центральная часть, в прямом смысле, прям центральная, это грех Золотого Тельца. И потом опять две главы Ваягель и Пикудей завершают и книгу Шмот, и завершают постойку храма. Получается, у нас две главы о постойке храма в начале, в середине грех Золотого Тельца, и опять две главы о постойке храма. Получается, как я говорил в главе Китеса, что грех Золотого Тельца как будто зажат вот в этой главе, в самой главе Китеса двумя частями. Как надо избавиться от такого неправильного поступка, то здесь это уже в таких, скажем, глобальных размерах. Он зажат полностью храмом в начале и в конце. В начале теория, а в конце практика. Ваягель это возведение храма, Пикудей это подведение итогов, количественная оценка того, как постойен храм. Можно сказать, что это такая зеркальная как бы ситуация. Вот что-то приходило от Всевышнего к Маше, потому что Трума и ТЦВ эту информацию получал один Маше. Это он разговаривал со Всевышним, и Всевышним ему объяснял все детали храма. И после этого происходит реализация, но уже количественная реализация. И вот посередине, как вот эта граница, глава Китеса, грех Золотого Тельца, здесь то, что хотел Всевышний, и то, что он передал Маше, а здесь то, что реализовалось уже, в Айгаре Пикудей, реализовалось, и это было реализовано всем обществом, всем народом Израиля. Там один человек и теория, здесь все вместе и реализация. И это такой переход вот от качества к количеству. Потому что если вот качество развивается, оно находится в каких-то рамках, это не очень, ну скажем, правильно. Сам Райбе говорил, что сейчас пришло время количества. Сейчас мы должны раскрывать источники, звать людей. Если ты еврей, иди, пожалуйста, в еврейскую общину. Если ты из народов мира, приходи в общину монотеизма. Пожалуйста, ты что-то знаешь, не знаешь все конфессии, не надо спорить. Интерес есть, ты чувствуешь, приходи, узнай. Почему? Потому что здесь источник. Это источник то, что передал Бог. Это Тора, изначальная, вечная Тора. Здесь все тайны скрыты. На всех смыслах. От простого смысла до Каббалы. И если вот сравнивать с понятием зеркальный, да, Всевышний как говорил строить храм, начинайте с Ковчега, да, и потом далее он описывал сначала внутреннее убранство храма, те сакральные святые предметы, а потом сам храм. Строительство приходит по-другому, да. И когда Маше передавал эти знания Бецалелю, да, Бецалель, как говорит Раши, он говорит, нет, нет, это неправильно. Сначала нужно строить здание, а потом все остальное. И Маше говорит, ты как будто был там со мной, да, вот Бецалель в тени, да, Бецалель в тени, да, Бецалель в тени, что он как будто был в тени Всевышнего. Но самое главное, что идея, которую хотел реализовать Всевышний, она была реализована. Вот в этом самое удивительное. Очень часто люди, когда пытаются вот даже что-то, знаете такую пословицу, думал, хотел хорошо, да, получилось как всегда. Так вот здесь как раз эта идея Всевышнего, она была реализована полностью. Хотя Всевышний думал по одному, потому что он смотрел со своей стороны на этот мир, а человек сделал по-другому. Рождается сначала что? Рождается, проявляется материальность, а потом приходит духовность. Это при условии того, что идет правильный путь развития. Точно так же произошло здесь. Сначала был построен сам храм, как помещение, потом все то убранство, все те предметы, и потом они были внесены в этот храм, и начинается освящение храма. Получается, что очень важно уловить ту идею, которую дает нам Всевышний. И очень часто люди пытаются усмотреть у Бога вот только духовную часть, да, исключая полностью физическую. И происходит неправильная реализация. Да, Всевышний так и говорит. Духовность задумана раньше, но реализуется она позже. Почему? Потому что надо делать какие-то действия. Самое простое. Открой книгу, учи и считай. Это тоже действие. Речь. Это тоже действие. А далее, когда ты будешь считать, ты будешь видеть, сколько законов, сколько заповедей, связывающих человека именно с материальностью. И как будто ты делаешь материальное дело, там проявляется духовность. Здесь и такой намек, скажем, на наше человеческое терпение. Потому что мы очень часто видим людей, которые, не очень часто, это практически всегда происходит, которые как бы не вписываются в парадигму вот нашего взгляда на мир. Поэтому есть какие-то сообщества, где люди более-менее, как бы понимают друг друга, находятся вместе и решают общие задачи. Но очень важно иметь вот это вот терпение, какую-то терпимость. Это как школа Шамая и Гилерия. Когда к Шамаю приходил этот человек с просьбами, он их всех выгнал. Гилер их всех принял. Один хотел Тору научиться на одной ноге, второй не признавал устную, только письменную Тору. Третий хотел стать первосвященником. И все те просьбы, которые они выдвигали, эти просьбы, скажем, абсурдны. Но тем не менее, Гилерия их принимает. И потом, показывая в ходе учебы, показывая на их ошибки, но человек уже готов к тому, чтобы это понять. И он ошибку эту принимает и двигается дальше. И как сказал сам Всевышний, что сейчас будет закон по Гилерию, когда придет Машир, будет по Шамаю, потому что будет явное присутствие Всевышнего. Честно говоря, здесь должно быть наше терпение в этой работе. Ведь мы эту духовность переводим в материальность. Каждый человек. Потому что каждый человек хочет сделать что-то хорошее. И как была постойка храма, задача была поставлена по одному, реализовывалась по другому. Но результат был правильный. Точно так же мы с вами, мы должны быть терпеливы к нашим ближним. Должны как-то их пытаться понять, пытаться помочь. И не сразу говорить, ставить какие-то разделы так. Ты плохой, ты хороший, ты красный, ты зеленый. И так дальше. И понятно, что это касается вот как раз наших общин, нашего окружения ближнего, где мы встречаемся, с людьми общаемся, обсуждаем какие-то вопросы. Это, конечно же, ни в коем случае не касается того момента, когда нужно действительно взять оружие в руки и защищать свою позицию. Пожалуйста, Тора, вся, вся пестрит просто воинами, где нужно было брать оружие и выполнять как бы свою задачу. Примерно это то же, что происходит сейчас. Есть страна, которая всегда существовала, и тут на тебе, в эту страну все врываются и хотят навязать как бы что-то свое. Необходимо сейчас по мере своих способностей пытаться ее защищать. Кстати, духовная работа это тоже своеобразная война. Ведь сам Рэбе, он говорил, каждый должен заниматься каким-то определенным делом. Главное, чтобы это дело было направлено на единство, на раскрытие Всевышнего. Эмоции просто переполняют, поэтому не могу отойти все-таки от этой темы. Ну, с Божьей помощью все у нас будет хорошо. Еврейский народ весь молится за то, чтобы в Украине был мир. Вот вчера был шаббат и в синагоге были люди, когда читал Эстора, то была молитва за Украину. Я первый раз, конечно, такого слышал. За Израиль часто как бы была молитва. Но тут такая ситуация, что все хотят мира в Украине. Реально все. И с Божьей помощью так и будет. Скажем о Мэйне. Кстати, очень интересный момент, что он описан в нашей главе, что все, когда Мешкан вот это все сделали, это же все принесли все части к Маше, потому что никто не знал, как его собрать. Все эти столбы, крючки, подножия и так далее. Не знали, вот правда не знали, насколько было это все сложно. И плюс все понимали важность как бы этого, что это искупление того греха. Все же чувствовали эту вину, особенно, ну каждый на своем уровне. Даже тот, который вроде бы и не участвовал, но он был там. Он допускал как бы это, да. И принесли Маше, Маше тоже не мог собрать. И он обратился, как пишет Раши, ко Всевышнему. А Всевышний говорит, все очень просто, приложи руку. Слушайте, это огромнейший секрет. Это огромный секрет решения и нашей вот сегодняшней ситуации. Нужно, чтобы каждый приложил руку. Кто финансово, кто физически, кто помощью, кто воюет, кто поддерживает, психологи, врачи, учителя. Люди собираются вместе, защищают свое имущество, подготавливают какие-то места для укрытия, вот вместе должно быть единство. И это единство, и твоя вера в то, что будет все правильно, если ты начнешь что-то делать. Вот Бог дает здесь нам повеление каждому из нас, начни что-то делать в своей жизни. Это касается, я глобальную сейчас, проблематичную, живую ситуацию описал. Но это касается жизни человека во всех его аспектах. Ты хочешь там получить другую работу, более высокооплачиваемую, приложи руку, начни что-то для этого делать, будь готов для этого. Когда человек, он как, знаете, как место, пустое место, пустое место всевышний не любит, у него наполняет. Если это пустое место ничем не заполнено, туда обязательно будет стремиться какая-то нечистота. Если человек берет и заполняет это место своей работой, правильной работой, духовной работой, в связи с физическими какими-то действиями, то будет правильный результат. Вот наш мир зеркальный, как постойка храма. Всевышний повелел, ты приложил руку, начал делать, и пожалуйста, вот получилось. Точно так же со сборкой храма, точно так же со сборкой своей жизни. Ведь храм, это мы с вами. Я об этом говорил в прошлых главах. Начни собирать себя, собирать в правильное строение, чтобы ты стал этим как раз храмом. Поэтому не нужно бояться, нужно пытаться учиться делать разные хорошие вещи. Все получится с Божьей помощью. Еще одна очень уникальная особенность, храма, указывающая на общность, на единство. До этого можно было приносить жертвы, пожалуйста. Это твое личное дело. Ты можешь взять, построить жертвы, где хочешь, и принести жертвы, которые желаешь. И каждый действительно это делал в связи с какими-то своими духовными позывами. И человек мог принести повинную жертву, грехочестительную, либо благодатственную жертву, жертву всесожжения. Но он это делал, основываясь на каких-то своих личных качествах. Я так хочу, я так думаю, и вот я вот сейчас вот так вот сделаю. Теперь эти жертвы приводятся к общему знаменателю. Уже нельзя где-то приносить жертву. Нужно ее обязательно принести в храме. Ну, слово жертвоприношение вообще, это, скажем, перевод неправильный. Это слово на евреите звучит лиакриво, приближение, приблизиться ко Всевышнему. Когда ты хочешь войти, прикоснуться вот к этой тайне, прикоснуться к источнику жизни, для того, чтобы твоя жизнь здесь стала другой. И теперь, если эти какие-то общие законы, так это тоже возрастание, да, от качества к количеству. Это качество переходит на количество, накрывая, все связывая это в что-то совершенно единое. Потому что, как пишет Талмуд, да, Адам тоже приносил, он принес жертву. Да, действительно, Адам принес жертву, благодарность, благодарность, но жертву Всевышнего. Когда он понял, что-то какое-то значение, как пишет там Талмуд, что темнота спускалась, Адам думал, что все, мир только появился, сейчас будет закончен, да, когда он уже стал понимать, что это все-таки Всевышний так создал, что есть день, есть ночь и так дальше, он принес как бы жертву, но это не помогло ему уйти от того, что он сделал. Все равно был сделан грех, Адама и Хав. Получается, что личное, личное приближение к человеку, это классно, это очень важно, но это личное, оно должно быть как-то связано с общностью. Почему? Потому что Всевышний создавал наш земной шар, он создавал народ Израиля, как что-то единое. Единство народа мира тоже необходимые условия для реализации воли Всевышнего. Единые народы мира вместе с еврейским народом. Храм, который является точкой, да, поставьте мне место, и я буду опитать среди них. И это то место, где приносились приближения, да, не только за еврейский народ, а и за народы мира. И это точка гармонии этого мира, туда нужно прийти, взять это все, а дальше понести в мир. Это наши физические действия, соблюдение заповедей. евреи 613 заповедей, народы мира в разрезе семи заповедей законов Ноаха. Пожалуйста, но все вместе. И этой точкой сейчас является Святая Тора. Все комментарии, все наши уроки, все наши общины, которые существуют. Мы туда приходим для того, чтобы это взять и сделать так, чтобы Всевышний обитал среди нас всех, в нашем мире, вокруг. Ну и также вот эти все строгие, казалось бы, законы, они сохраняют вот правильный взгляд на мир. Почему? Потому что, когда сделали Тельца, вот наказанную смерть туда, три тысячи человек, которые вот непосредственно участвовали в этом. Но последствия греха Золотого Тельца мы расхлебываем даже сейчас, хотя постойка храма и служения храма, оно искупило как бы этот момент. Но что говорят мудлицы, что когда Телец уже был построен, то за ним готовы были пойти уже многие. Те, которые вначале даже были не согласны вроде бы. Они говорили, это неправильно, нам он не нужен. Но когда уже произошло это, то смотрели, люди говорили, ну ладно, а что как бы делать? Такова природа человека. Если мы вспомним, к примеру, когда произошло разделение, да, Израиля на Иудею, израильское царство, то Ярован, да, неужели он, это был величайший мудрец? И тем не менее, он поставил псевдо храм, и поставил там Тельцов на входе, и люди через время начали приходить как бы и поклоняться. Так неужели они не понимали того, что вот храм есть правильный, то место, которое сказал сделать Всевышний. Но граница перекрыта, тут есть то, что казалось бы, уже вроде бы устраивает. Это большая проблема человека, иногда примиряться вот с чем-то неправильным, с какими-то неудобствами. Нельзя примиряться. Честно говоря, ну вот то, что опять, простите за такой уход в сторону, хотя это я сказал, что все очень связано, вот то, что происходит в Украине. Украинский народ не хочет примиряться вот с этим. И я верю, что с Божьей помощью все будет хорошо. И потом будет зависеть от людей нашей страны, как мы изменим нашу страну, каким государством мы станем. Потому что, когда победа приходит вот такой кровью, а ты потом это срачиваешь, сливаешь, опять превращаешь всю страну в смесь там коррупции, непонятных как бы действий, ну это ужасно. Это то, что произошло, честно говоря, с еврейским народом, когда они перешли уже границу реки Ордан, да, и когда начали захват земель, как говорится, пошло все вот как бы вроде по накатанной, по инерции. Но инерция, она заканчивается, если не прикладывать каких-то усилий. И когда инерция закончилась, то пришло и дало поклонство, пришли все остальные как бы грехи. И опять же, по сей день мы видим эти проблемы. Поэтому наша задача, вот нельзя ни в коем случае останавливаться, нельзя ни в коем случае мириться с какой-то несправедливостью, с тем, что тебя как-то коробит, муляет, а ты говоришь, ну ладно, привыкнем как бы. Это то, что было с золотым тельцом, поэтому есть храм, поэтому Всевышний сказал, я вижу, да, вы не можете без материальности, тогда я дам вам материальное место, но которое будет символизировать меня, это храм. И это будет вечность, действительно, было, сколько было, два стационарных храма, и мы ждем с Божьей помощью третий храм. И вот как раз вот этот третий храм, который мы ждем, честно говоря, это будет седьмая точка храма, да. Почему? Потому что первое место у храма это в пустыне, потом храм стоял где? В Гилгаале, потом в Шиле, потом в Нове, и в Гевоне, да, потом было два стационарных храма, это шесть. Но мы знаем, цифра семь обладает очень важным мистическим качеством в нашей жизни. Так вот, это не за гора. И даже то, что сейчас происходит, это ужасно, но это тоже намек на то, что придет мир, и будет тот мир, которого хочет именно Всевышний. И Ребе говорит, что вот скиния, храм, это чудо, это реализация, то, что было на небесах, в точности реализовалось то, что на земле. Хлава Пикудея, это как вот этот подсчет, аудит, который делает Всевышний, говорит, так, 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 да, действительно, классно, как я хотел, так и получилось. Так получается, что в нас есть вот эта сила, воплотить то, что хочет Бог, воплотить это здесь, в этом мире. И главная формулировка этого закона, с чего начинается каждая молитва, возлюби ближнего своего, как самого себя. Я в начале этого урока рассказывал о Гелеле, когда к нему пришел человек. Не делай другому, что не желаешь себе, в этом все то, остальное все, как бы, комментарии. И это нижний уровень, самый нижний. Не делай другому, ты не хочешь, чтобы тебе было плохо, не делай другому. Не хочешь, чтобы у тебя была война, не иди с войной к другим. Это зеркало, улыбаешься в зеркало, получаешь улыбку, делай какую-то гримасу, это же получишь в ответ. Так, это самый нижний уровень, а более высокий уровень, это возлюби ближнего своего, как самого себя. Это значит, не просто пассивно не делай зла, начни делать что-то хорошее, для себя, своей семьи, вокруг. Ближние, те, кто рядом возле нас, но Рэба говорит, идет еще дальше. Он говорит, за еврейский народ, если ты еврей, то ты должен уметь возлюбить еврея, которые находятся на другом конце земли. Вы понимаете? Ведь, честно говоря, посмотрите, я всегда пример такой привожу, когда все начинаются склоки какие-то, даже вот таких масштабов, ну, громадных, между странами. Посмотрите на этот шарик, висящий в этом бесконечном просторе, где мы там копошимся, воюем, непонятно за что. Живите у себя, а мы будем жить здесь, и будем делать этот мир, и будем пытаться жить так, как говорит Всевышний. Поэтому в нас и есть эта сила. И мы должны это реализовать. Это непросто. Но в этом как раз и является весь человек. Если человек этого не делает, он не выполняет свое предназначение. Я желаю вам мира, я желаю победы, я желаю всего самого лучшего. У меня очень мало слов. Точнее, их много, я не знаю, как это даже просто выразить, все, что я чувствую. Всем всего хорошего, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.